Сила, гибкость и баланс. В Кирове стартовал чемпионат и первенство Кировской области по спортивной акробатике. В этом году в соревнованиях участвуют представители из Кирова, Слободского, Котельнича и Орлова. Каждая команда покажет три номера за три дня соревнований. На открытии побывала Зоя Попцова. Кувырки, поддержка и акробатические фигуры. Чтобы научиться делать вот так, Ситников Данил, Николай Семченко, Никита Салтыков и Данил Жеребцов готовились три месяца. Пять дней в неделю по несколько часов. Признаются, отдали все силы, но считают, что именно так и нужно тренироваться. Каждый из них в этом спорте уже несколько лет. Началось все с простого желания быть гибким и спортивным. А в итоге получилось даже больше. У каждого теперь есть спортивный разряд. Выступать вместе начали около двух лет назад и уже сбились со счета, сколько соревнований успели посетить. Но самое важное для них было в прошлом году на чемпионате в городе Октябрьском, где кировчане взяли золото. На этот чемпионат у них тоже амбициозные планы. Да, тоже хотим, конечно, выиграть. Хорошо выступить и подготовить программу. Выявить ошибки. Выявить ошибки для дальнейших соревнований. За не менее амбициозными спортсменами наблюдает судья чемпионата Андрей Чекишев. Более 10 лет он входит в состав судейской коллегии соревнований и отмечает, что сложность номеров и мастерство спортсменов растет с каждым годом. Со временем акробатика, конечно, у нас усложнилась. Дети у нас все равно становятся более мастеровитые. Сложность в элементах. Сложность в артистизме. Все равно судится все более строго. Техника, артистизм. И тренерам приходится постараться по этому и как-то развиваться. Всего 324 участника собрались на чемпионате в Кировской спортивной школе номер один. За три дня свое мастерство юноши и девушки покажут в четырех возрастных категориях. Баллы за выступления будут суммированы. А в финальный день соревнований 19 января назовут победителей, которые войдут в сборную области поездки на чемпионат ПФО. Он пройдет уже в феврале в городе Салават. Зоя Попцова, Алексей Зырянов, Бюро новостей, Давича.